Всем привет! Добро пожаловать на четвертое занятие школы Roblox 2020. Сегодня мы будем с вами рассматривать переменные. Причем переменные уже применимы к объектам внутри нашей игры Roblox. Давайте сначала разберем домашку, которая была задана на прошлом занятии. Нужно было сделать 7 блоков любого размера, совершенно не важно. Лишь бы они были не покрашены. Потом в вашем скрипте вы должны их раскрасить как обычную радугу, например. Тут не о чем говорить, все ясно. Эту радугу давайте запустим, посмотрим как она красится. У нас на плейсе есть еще одна радуга. Мы ее оставим для домашки в конце этого задания. Сейчас мы еще поиграем с этими собаками. Давайте перейдем к переменным сразу же. Переменные это такие ящички, в которых можно хранить любые значения. Например, переменная а, и мы в нее занесем значение единица. Переменная b, мы занесем в нее значение 2. Причем обратите внимание, можно не писать local. Можно писать просто название переменной, которое вы придумали из головы. Название переменной может начинаться со знака подчеркивания, содержать в себе английские буквы и цифры. С цифры оно начинаться не может. Если мы начнем с цифры, то уже подсвечивается, что ошибка. Желательно делать осмысленные названия переменных. Я по-английски пишу my number. Мой номер, мое число. И обязательно пишите вначале local. Это считается правилом хорошего тона. Когда вы объявляете переменную, вы пишите local. Это означает, что переменная локальная. Про локальные глобальные переменные у нас будет отдельный урок. Пока не заморачивайтесь. Просто переменная, ее имя. Кстати, можно просто создать переменную и ничего в нее не заносить. Как вы знаете, что скрипт у нас выполняется по очереди, построчно. Сначала первая строчка, вторая строчка. Итак, запустили нашу игру, наш плейс. И наш сервер Roblox начинает запускать все скрипты. Доходит до нашего скрипта, который называется скрипт на уроке. Запускает первую строчку и видит local.a. Он понимает, что человек хочет создать переменную с названием a. И сразу хочет занести в нее какое-то число. Единицу. Хорошо. Потом он смотрит на вторую строчку. Local my number. Он говорит, ну ладно, человек хочет создать какой-то ящик, в который он потом положит. Но непонятно, что он может положить. Какое-то другое число. Если мы хотим положить какое-то другое число, мы просто пишем в следующей строчке или где угодно в нашем скрипте my number и какое-то число, например, 45. Все отлично. Так, ну давайте про числа мы поговорили. В переменных можно хранить, например, строки. Строковые перемены. Например, пишем вот так. Local name. Мое имя. Ну, меня зовут Миша. Михаил. Все строковые значения, или короче, текст, мы должны заключать в кавычки. Можно в двойные кавычки, можно в одинарные кавычки. Так. В именах переменных, типа a, my number и name, нельзя использовать русские символы. Но зато, когда вы создаете какой-нибудь текст, вы там можете писать и по-русски, и по-английски. Вообще использовать utf8 символы. Любые. Естественно, смайлики напечатать нам не удастся. Хотя, в принципе, язык луа все это должен поддерживать. Так. Давайте теперь попробуем напечатаем. У нас есть три переменные. Как можно напечатать переменные? Можно использовать команду print. И тут через запятую перечисляем. a напечатаем, потом my number и name. Давайте запустим для порядка и посмотрим. В окошке output. Сейчас я его включу. Output. Вот. Напечаталось. 1, 45, Михаил. Отлично. Возвращаемся к нашему скрипту. Так. Еще один очень важный тип переменных. булев. По-английски он пишется вот так. Булиан. Закомментирую эту строчку. Кстати, знаете, как быстро комментировать строчки? Можно наш скрипт, чтобы он перестал работать, можно нажать Ctrl-Shift. Я держу Ctrl-Shift. Потом английскую букву C. Ну, или C. Так. Все у нас. Все закомментировано. Опять выделяю Ctrl-Shift C. Окей. Опять наш текст готов. Итак, булевы переменные. В них может содержаться значение истина или ложь. Ну, по-английски истина. Это true, например. True. И еще одна переменная. Моя ложь. Давайте несем в нее ложь. Так. Ну, давайте попробуем тоже напечатать наши переменные. Давайте быстрее переходить к объектам в Роблоксе. Мне уже... Кто хочет с текстом, кто хочет с переменной, просто смотрите мои другие уроки. Убедимся, что язык Луа, который используется в Роблоксе, все понимает и он напечатал действительно true истина, false ложь. Где мы эти истину и ложь можем увидеть. Ну, например, помните, я вам рассказывал, что у нас у каждого объекта, допустим, на этого догга, посмотрим. Так, этого догга давайте раскроем в эксплорере, посмотрим свойства. Так, у него называется главная деталь внутри нашего догга. Гуманоид, 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 рут парт. Так, давайте откроем окошко со свойствами и посмотрим, что у нас есть. Где есть истина-ложь? Помните, есть признак anchored. Это значит закреплен. Давайте нашего доджа подвинем куда-нибудь повыше, закрепим, чтобы он не падал. Так, я его поднял, опять иду в доггу, гуманоид, рут парт и делаю anchored. Все, я его закрепил. Давайте запустим тест игры и посмотрим, что он висит в воздухе и не падает. Отлично. Ну, в принципе, про это была речь и в прошлом уроке. Единственное, что NPC-шки, они сложные-сложные объекты, но вы всегда можете в вашем эксплорере открыть объект и посмотреть, что находится внутри, какие у него есть свойства. Так, ну давайте я уберу это значение вручную. Созданное, так что NPC будет падать и будет стоять на своих ногах. Так, ну давайте вернемся все-таки к переменным. Хорошо, мы занесли какие-то непонятные числа, непонятные имена. Все это как-то скучно и неинтересно. Давайте уже применим наши знания с переменными внутри нашего плейса. Свойства наших объектов, например, наших собак, доджа и догга, каждое свойство, в принципе, та же самая переменная. Просто эта переменная находится уже внутри какого-то объекта, внутри доджа. Давайте нашего догга переименуем на минуточку. Назовем его догга-второй. Например, у короля догга родился сын, его назвали догга-второй. Помните, как мы добираемся до нашего догга? Так, и нейм. Вот там нейм подсказывает. Давайте сделаем догга 2. Давайте посмотрим, имя изменилось или нет. Отлично. Догга 2. Так, но теперь, если мы хотим, например, закрепить нашего догга в воздухе, где у него там, гуманоид root part, anchored, делаем true. мы его закрепим. Давайте запустим. Кто-нибудь уже видит ошибку? Какую-нибудь. Будет ли у нас работать этот скрипт? Или нет? Упадет ли наша собачка, бедная? Так, собачка упала. Что же случилось? Почему ошибка в нашем окошке? Говорит, нет такого догга в нашем воркспейсе. В чем же дело? А дело в том, что я его переименовал. Как можно избежать такой ошибки или как можно позволить изменять или вообще нашему существу иметь любое имя, чтобы это никак не влияло на интерактив с этим существом? чтобы мы могли менять его параметры, при этом у него могло меняться в любой момент имя, чтобы нам это не мешало. Давайте мы создадим переменную. Назовем, мы же ленивые, для ленивых этих людей и придуманы переменные, наверное, чтобы меньше текста называть, печатать. Назовем ее D. D это наша собачка будет, наш догга. И давайте в нашу переменную догга занесем путь до нашего догга. Все. Теперь в переменной D всегда находится ссылка на вот этого персонажа, на этот NPC. Если мы теперь напишем вот так, D.name, то наш язык Луа, наш Роблокс, он уже знает, что в D мы ссылаемся на вот этот объект под именем догга. Окей. Если мы пишем D. Потом какой-нибудь параметр этого объекта, например, name, то туда что-то уже заносится. И давайте тогда и здесь напишем уже вместо этой части. Мы же работаем с одной и той же собачкой. Humanoid RootPart, Anchored. Окей. Давайте посмотрим. Висит ли наша собачка? Изменилось ли у нее имя? Отлично. Мы можем теперь менять имя как угодно. Например, вот так. Wait 5 секунд. Имя меняем. Dogga3. И делаем так, чтобы он у нас упал. Видите, какая полезная переменная D, в которой мы изначально, в самом начале скрипта, ссылку на наш NPC записали. Так. Давай. Собачка повисит, переименуется и упадет. Чудесная игра получается. Так, ну у меня слишком долго игра запускалась. Давайте не 5 секунд, давайте, например, 8. Поэтому я не успел момент увидеть переименование собачки. Все еще висит. Dodge2, Dodge2, Dodge3. Пал. Так, я доволен. Хорошо. Так. А что сделать? Что будет, если мы сделаем вот так? Мы сначала командуем, пытаемся в переменной D какие-то параметры что-то занести, а объявляем ее в самом конце. Наверное, вы должны понять, что сразу появится ошибка. Попытка индексировать, ну это значит попытка в каком-то объекте, в данном случае в объекте D, залезть внутрь и найти параметр name. Но наш скрипт, наш луа, язык луа и наш роблокс, они не знают про переменную D. Поэтому переменная должна быть объявлена заранее до того, как мы ее используем. И даже если мы вот так сделаем, смотрите, сделали вот так и сделали вот так. Вроде бы я переменную объявил D. Все нормально. Но у нас все равно объявить-то я ее объявил, но я в эту переменную D не положил ссылку на нашего пса. Поэтому пес, ну вот уже видно ошибка. Кстати, когда ошибки у вас показаны в output, вы можете сразу либо на ошибку, либо на номер строки кликать, и вам откроют скрипт и покажут, где ошибка произошла. Так, возвращаем. Кстати, вы понимаете, что эти две строчки вот так будет работать. Все нормально. Но можно сделать и вот так. При объявлении переменной с помощью local можно сразу присвоить. Что же мы можем еще сделать? Если я напишу здесь неправильно, если я напишу, например, здесь какую-нибудь большую букву C, тоже будет ошибка. Потому что язык Lua в Roblox и не только в Roblox и он очень внимательно следит за написанием и не может найти вот опять ошибка, что нет такого Workspace. Так что следите. Workspace. Тем более, когда вы печатаете какие-то переменные, например, G нажал, мне сразу подсказывает, что же есть у нас. У нас есть Game. Пожалуйста. Нажал точку, нам сразу подсказывает, что у нас еще есть. W нажал, причем я маленькая W нажал, но Roblox он такой замечательный, он нас щит и он сразу подставляет с большой буквы. Балует нас. А вообще, раньше приходилось самому нажимать кнопку Shift, чтобы писать большое W. Отлично. Но я могу сказать, что вот эти подсказки они работают только в простых скриптах. Вот мы сейчас делаем вот это. Когда у вас будет реальная игра, когда будут очень сложные объекты, вложенные друг в друга и так далее, то, к сожалению, Roblox Studio он запутается. он не будет вам уже везде подсказывать. Что же еще можно сделать с этими переменными? Простой пример. Я его вам, наверное, не показал. Если мы меняем имя, например, нашей собаки. Давайте. Здесь имя менять нельзя, конечно. Перестанет все работать. и цвет тоже. Собаки у нас выбраны так. Посмотрите. У собак не только цвет, у них еще наклейки. Видите, текстуры, наложенные на лапы. Ну, как одежда. Здесь в данном случае сделаны штаны собачьи, собачья рубашка и так далее. Поэтому мы красить не можем. Давайте попробуем, сделаем что-то. здесь я давайте закомментирую. Так. И начнем с этой строчки. У нас есть радуга 2. В радуге 2. Папка радуга 2. Там лежат лучи. Давайте с первым лучом что-то сделаем. Workspace Rainbow 2 и будем только с первым лучом. что-то делать. Так. Что мы можем с ним сделать? Давайте мы сделаем, чтобы он каждую секунду поднимался вверх. Допустим, на один стат. Как мы это сделаем? Давайте мы узнаем его высоту. Так. Узнаем его высоту. Ну, вот это уже уже как бы выходит за рамки этого урока. Но я думаю, вы все прекрасно поймете. Так. Давайте посмотрим на свойства нашего луча. Первый луч. Свойства. Что нам нужна? Высота. Позиция. Position. Так. Position. рейтинг. Мне не нравятся его какие-то неровные числа. неважно. Будем поднимать его на стат, на стат, на стат, на стат. Кстати, урок, ну, уже почти заканчивается. Вот. И будет только домашка. Хотя подождите. Надо же поиздеваться еще над второй собачкой. Ничего, сейчас мы до этого дойдем. Пока подумайте. Вот я сейчас рутинную какую-то вещь буду за вас писать. Буду вам показывать, как луч поднимается. А вы подумайте, как можно сделать одну собачку худой, а вторую потолще. Буквально одной строчкой для каждой собаки. Так. Рейтинг. Position. Position. И мы в эту позицию можем какое-то какое-то уже значение написать. Ну, вот я сразу я пытаюсь решить задачу без использования переменных и мне прям вот больно. В позиции так, если мы ее раскроем, у нас в позиции есть переменный x, y, z. Давайте попробуем. Я знаю, что не должно получиться. Нам нужно y добавлять. Вот сейчас он на высоте почти 9 стадов. Нам нужно сюда 10 стадов записать. Position. Хотя вот есть. Ну, для чтения есть. Давайте попробуем сюда 10 стадов. Или давайте сразу, чтобы мы увидели, что у нас все сработало и луч довольно высоко. Попробуем 20. Ну, вот вы видите, точнее, я уже вижу, что у меня ошибка. Мне говорят, извините, высоту вы не можете этому лучу и любому объекту, у которого есть позиция, нельзя напрямую присваивать значение. Считать можно, а присвоить нельзя. как же делать? Я вам вроде бы уже показывал в других уроках, естественно, показывал. Так, давайте вот так сделаем. Позиция. Присвоит новую позицию. А новая позиция, там три числа должно быть. Позиции. Когда где-то три числа, если это не цвет, если это цвет, то используется Color. Color 3. Вот такая штука. Мы им пользуемся. Но здесь не цвет, здесь просто три обычных числа. Где три обычных числа? Это вектор. Вектор 3. Кстати, смотрите, я начал печатать вектор. Вот мне показывают. Есть разные виды векторов. Еще есть вектор 2. Вектор 2 обычно используется, когда мы делаем куишку на экране. Кнопочки размещаем и там первое число это координата по ху, второе число это координата по у. Допустим. Здесь у нас трехмерное пространство. У нас же все в пространстве находятся. Так, мы должны создать вектор. Пишем new и здесь мы должны перечислить все три числа. Давайте я возьму значение здесь, например, 0, 20, 0. Путь у нас, к сожалению, телепортируется. Он будет посередине нашего плейса, но на высоте 20 находиться. Если он, конечно, анкорд привязан он оказался не анкорд или анкорд давайте поднимем. Да, он привязан, он не падает, все отлично. Но я тоже вам сказал поднять его на том же месте как сделать, как узнать где он, как сделать так, чтобы он оставался на том же месте. А мы вместо вот этих случайных чисел по ху и по у мы можем взять его позицию уже имеющуюся. Здесь мы берем х. Давайте я х большое должно быть переношу на следующую строчку. Еще переношу на следующую строчку. Так, здесь мы давайте Y напишем. Я уже к сожалению так, не к сожалению. Так, 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 YZ нужно вот так принести. Пытаюсь ровно сделать, чтобы вы понимали здесь закрывающая скобка. Не очень я красиво форматирую, но смотрите, в принципе в языке в этом скриптовом луа мы можем все писать в одну строчку, просто она будет очень длинная и на экран не поместится. Так что можно вот так сделать и писать, писать, писать. Но я перенес на следующую строчку, чтобы у нас все уместилось. И на самом деле профессиональные программисты, когда они работают с какими-то данными, они тоже стараются, если параметры похожие, например, координаты X, Y, Z, они их стараются переносить на разные строчки, чтобы было понятно, когда пишу. У меня, наверное, выглядит вот так. Сделаю все-таки вот так. Во. Давайте так и оставим. Вот. И в принципе и скобку тогда сюда. Мне уже нормально. Я вижу, что три координаты. Если я сейчас запущу, то ничего не изменится. Почему? Потому что мы взяли координаты X, Y, Z нашего луча и мы не изменяя их обратно и присвоили. Создали новый вектор 3, новый набор вот этих значений для позиции, но в них остались те же самые значения. А давайте я теперь если здесь к переменной, вот я сейчас вам про переменной рассказывал, вы знаете, что, например, переменная N, можно в нее потом занести какое-то, произвести какие-то операции математические над этим числом. N умножить на 2. У нас наш язык Луа идет на эту строчку, в N присвоена единица. Хорошо. Идем на следующую строчку и язык Луа всегда начинает с правой части, равно, от присваивания. Он сюда не смотрит, он смотрит всегда здесь. Так, он знает, так, в N нам в предыдущий раз или где-то там еще раньше присвоили единицу. И он подставляет сюда вот такое значение. 1 умножить на 2. Получается двойка. И в результате в N приходит двойка. Я думаю, что вы все это прекрасно уже понимаете. Если не понимаете, смотрите мои уроки. Подробные про переменную. Так, давайте сделаем переменную, насколько поднимать наш столбик. я ее назову вот так. Local Up. Кстати, ребят, есть еще такая штука, как ключевые слова. Вы не можете переменную свою назвать именем Game. Вы не можете переменную назвать именем Local. Вот так. Local Local. Нам подсвечивают. Если мы задержим, он говорит извините. Ну, или Local Локал равно, например, один. все равно подсвечен, потому что это ключевое слово. Что такое ключевое слово? Это слово уже зарезервированное. Оно всегда используется для определения переменной. Сюда также нельзя использовать всякие слова Function. Сюда нельзя использовать слова какие-нибудь. Ну, ладно, не будем голову забивать. Вы поняли. Потом вы столкнетесь с этим много раз, возможно, и уже для вас это не будет сюрпризом. Так, давайте сделаем Up. Up свободное слово. Никто меня не ругает за это. Up переводится вверх. Так, ну, сделаем, например, Up 2. На два стада будем поднимать. Здесь сделаем простое вычисление. Когда мы создаем три координаты для позиции для новой нашего луча, мы берем старый x, берем старый y, плюс и плюс я не буду двойку писать, я буду писать Up. Почему я здесь не буду писать двойку? Потому что я хочу его поднимать не на двойку, а на ну, потом на другое какое-то число, другое количество стадов. Так, Wait 6, сначала ждем, а потом делаем уже с короткими паузами. Допустим две. Опять беру, повторяю эту строчку, теперь буду копировать, скопирую раза, так, давайте это окошко пока закрою, закрою окошко, скопирую еще раз. Скрипт очень простой. Присвоили в переменную АП двойку, ждем 6 секунд, берем текущее положение нашего лучика первого и прибавляем к его Y, Y это вверх координате значения, которое лежит в переменной АП. Потом ждем две секунды и делаем еще раз, и потом делаем еще раз. Давайте посмотрим, у нас столб, столб, извините, лучик должен три раза подняться вверх. Смотрим, вот он поднялся, вот еще поднялся, еще поднялся, все, все, дальше скрипт у нас не работает. Так, мы же с вами уже использовали вот такой способ, путь до нашего дога мы занесли в какую-то переменную, кто нам мешает такую же красоту сделать и здесь. Например, R1 присвоить, ну это первый луч, мы можем даже мы можем давайте вот так сделаем сначала. Не R1, да, R1 будет находиться здесь Rainbow, тогда вот так R, давайте R2, почему R2? потому что мы сейчас работаем с Rainbow 2, с радугой номер 2. Окей, просто эта двушка мне будет напоминать, что я не с первой радугой работаю, со второй, хотя можно и Rainbow прям целиком написать, но я хочу просто, чтобы у нас покороче был текст. мне уже нравится, как покороче у нас стал текст, давайте проверим, так, вот здесь у меня ругается подсвечено красным, наверное, видите, что две точки я написал, кстати, знаете, про две точки сразу расскажу, вернемся к нашим звучам, с помощью двух точек можно склеивать две текстовые строки, например local имя извините, транскрипции напишу как по-русски например John и здесь напишу по-английски правильно last name фамилия например Kosovo давайте напечатаем print имя так имя что-то я не то печатаю имя две точки и last запускаем он склеивает их как клей момент не оставляет никаких пробелов прям будет сейчас вплотную имя так я отпут окошко так что-то у меня ругается ага у меня здесь просто ошибка еще в скрипте была окей у меня запущена игра тестовая поэтому не надо редактировать вот я остановил после этого изменил давайте теперь запускаем и смотрим что у нас печатает ну вообще уже сразу видно что Джон Косов написала без пробела окей так а как сделать чтобы у нас этот Джон Косов написался с пробелом пишем две точки теперь пробел еще две точки и так у нас берется значение этой переменной там вот этот текст находится склеивается с вот этим текстом внутри кавычек находится всего один символ пробел потом потом опять полученное склеивается с тем что лежит у нас в этой переменной еще раз подробнее у меня очень много уроков длинных эти переменные но это же скучно давайте опять к нашим собачкам вернемся а ну давайте я запущу чтобы посмотреть что у нас да вот теперь Джон Косов написано через пробел замечательно закомментировали все у нас работает давайте еще раз посмотрим как у нас поднимается вверх давайте может быть сделаем что-то еще упростим наш отлично так как можно еще уменьшить текст печатаем здесь мы можем сразу сюда напечатать ссылку на наш луч тогда давайте просто R R так а давайте сразу позицию сюда тогда печатаем кто нам мешает R1 позиция тогда я назову P чтобы не путаться P смотрите как все удобно и так не только в языке Луа во многих языках так что вы учитесь программировать делать скрипты для своих игр на самом деле вы учитесь программировать вам это очень может пригодиться в Юнити в других системах кстати на стриме могу рассказать чем Roblox лучше чем Юнити точнее что он вам может дать больше на некотором этапе программирования особенно если вы один делаете игру так а давайте я хотел сейчас сделать собак толще и тоньше давайте вы мне домашку я это задал на этом урок закончен у меня где-то уже домашки записаны вот сервер скрипт и домашка окей домашка такая ну перед тем как смотреть следующий урок вы должны сделать попробовать сами своими руками раскрасить вторую радугу используя цвета из первой радуги сделайте так чтобы цвета шли наоборот из первого луча берите цвет для седьмого из второго для шестого и так далее внимание возможно вам нужно будет сначала подождать одну секунду потому что у нас первая радуга красится из скрипта если вы делали домашку если вы вручную раскрасили радугу то никаких ожиданий не нужно берете цвет заносите в переменную цвет первого луча потом в седьмой луч этот цвет заносите потом берете цвет второго луча заносите в шестой и так далее окей это звучит это пока слишком просто поднимите вторую радугу над первой пусть она будет чуть выше в воздухе как это сделать ну можно наверное догадаться я сейчас показывал как я получал координаты какого-то луча и потихонечку двигал вверх естественно вы можете получить координаты лучей первой радуги и сделать какие-то вычисления для них небольшие и занести с этими небольшими изменениями в позицию лучей второй радуги не в идеале а когда будет решена задача эти лучи просто перескочат вот сюда находиться здесь получается здесь будет прямая радуга раскрашена здесь будет задний что у нас еще дальше из скрипта закрепите все лучи второй радуге чтобы она не падала на землю в редакторе лучи не должны быть закреплены делайте это из скрипта что я имею в виду давайте посмотрим view properties вот этого луча первая лучка properties anchored вот этой штучки галки здесь быть не должно давайте я даже вот смотрите чего не должно быть я сейчас поднимаю вверх запускаю у вас перед тем как ваш скрипт вы начнете писать у вас эти лучи все должны падать на землю висящие не принимаются вы должны сделать так из скрипта закрепить чтобы они не падали это в принципе тоже все просто ну и последнее домашки вот у нас есть два каких-то NPC берите любые NPC найдите где у них находится тело оно называется торсо сделайте так чтобы у них торчал животик чтобы один был худой толщина ну стандартного вот у такого NPC толщина вот этого торса один один стат а вы пожалуйста для худенького NPC не обязательно доджей искать любые можете сами сделать так сделайте у одного толщину живота допустим три стада а у другого толщину 0,5 чтобы он был дышечкой если вы сделаете все вы будете готовы для следующего урока на следующем уроке мы будем рассматривать функции тоже постараемся сделать это повеселее и оставьте свою домашку как бы скрипт вы сможете из своей домашки уже делать следующую на этом всем пока подписываемся шлем донатики ставим лайки всем видео еще раз хорошего лета субтитры субтитры субтитры